Мы в младшей школе Укеда в Фукусиме, которая первая приняла на себя удар разрушительного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года. Вместе с вами мы проедем по берегу Тихого океана от префектуры Чиба до атомной электростанции Фукусима. Посмотрим, как выглядит территория вокруг атомной электростанции. Прогуляемся по школе Укеда, посмотрим, что осталось от нее после удара цунами. Ну и доедем до города Онагава, который был полностью разрушен после цунами и сейчас полностью восстановлен. Поэтому смотрим до конца. Путешествие наше начинается от мыса Гёбу, который находится на берегу Тихого океана на севере префектуры Чибы. Отсюда на автомобиле мы поедем на север через префектуру Фукусима, где мы остановимся и посмотрим города, районы, которые пострадали сильно от цунами и откуда эвакуировали большое количество людей после трагедии на атомной электростанции Фукусима. Дальше мы поедем на север до города Онагава, который находится в префектуре Мияги. Этот город был полностью разрушен после цунами. Высота волн доходила до 30 метров. Из оборудования у нас практически все. Камеры, микрофоны, батарейки, дроны. Ну и мой автомобиль Mazda CX-8 с пробегом уже 120 тысяч. Надеюсь, она нас довезет до города Онагава и мы сможем снять весь наш путь. Спонсором нашей поездки в Фукусиму стала компания Auction Motors. Компания Auction Motors занимается эксклюзивно экспортом автомобилей из Японии во все страны мира. Если вы хотите приобрести автомобиль японский напрямую из Японии, обращайтесь в компанию Auction Motors. Сотрудники компании Auction Motors в короткие сроки помогут вам приобрести именно тот автомобиль, который вы ищете или тот, который можно возить по санкциям из Японии. После землетрясения и большого цунами прошло уже 12 лет, но Япония до сих пор продолжает укреплять свои берега. Рядом с мысом Гёбу находится маленький городок Нарай-Мач. До сих пор там строится большая стена бетонная возводится для того, чтобы предотвратить разрушение, если возникнет следующее цунами. Ну вот мы проехали почти 200 километров и находимся рядом с атомной электростанцией Фукусима. Только это не та Фукусима, которая всем известная. Это Фукусима-2. Фукусима-1 находится в 30 километрах отсюда. В Японии 17 атомных электростанций и насчитывается 54 атомных реактора. Многие из них сейчас не работают. Работают, наверное, около 5-6 атомных электростанций. Некоторые из них, как Фукусима-2, закрыты и больше никогда не откроются. Атомная электростанция Фукусима-2 пострадала из-за цунами, но через несколько дней компания ТЭПКО, которая владеет атомными электростанциями большинство, она вернула контроль. Но после этого атомную электростанцию Фукусима-2 так и никогда и не запускали, потому что местные жители против. Поэтому было принято решение в 2019 году, что станцию больше не будут использовать. Её, кстати, построили в 1982 году. И в течение 30-40 лет из неё вывезут всё топливо, перевезут в сохранное место и здание будет полностью уничтожено. Возможно, к тому времени придумают новые атомные электростанции, здания, проекты, которые будут более защищены от больших цунами. Вообще, вчера нас по дороге застал шторм, была гроза, сильный дождь, поэтому снимать ничего у нас не получилось. Но мы решили заночевать вот здесь, рядом с атомной электростанцией Фукусима-2. Есть вот такой вот красивый мыс. Большая территория, где я остановился, поставил палатку и, в принципе, здесь и ночевал. Утро было очень красивое. Мыс, полетал на дроне, сделал пару фотографий. Сейчас поедем дальше, к первой Фукусиме. До неё примерно 30 километров, как я уже сказал. Там будут территории, которые больше всего пострадали от цунами. Посмотрим, в каком состоянии сейчас находится. И попробуем полетать рядом с атомной электростанцией. Не совсем близко, потому что это запрещенные зоны. Если я подлечу очень близко, то дрон отключится, и мы его больше никогда не увидим. Но сдалека, как мы сделали это с Фукусимой-2, мы, конечно, полетаем. Вообще здесь у нас проблемы были вчера вечером. Так как это далеко от Токио, ничего вечером не работает. Приехали голодные, но в Японии есть один плюс. Есть круглосуточные магазины, комбини, которые, как оазисы, стоят везде. И мы бы туда поехали, купили себе покушать, поужинали. И сейчас с утра опять же поедем позавтракаем и поедем дальше. А мне так комбини и круглосуточные магазины это лучшее, что японцы придумали у себя в стране. Для самых любопытных скажу, что ночью горы тут не светятся, рыба не выходила из берега, не разговаривала со мной. Поэтому все нормально. Ну все, поехали. По дороге встречают нас вот такие вот пейзажи. Здесь пустые территории, разделены на секции. И там посадили новые деревья, которые должны сформировать новый лес через 10-15 лет. До сих пор работает спецтехника. Что-то еще выравнивают, копают, возможно, будут строить. Но выглядит все... Если не знать, что здесь произошло, выглядит просто какая-то прибрежная зона, которую решили облагородить, наверное. Вообще, я хотел до реактора заехать, показать вам маяк. Здесь очень крутой, стоит на обрыве. Но, как оказалось, с этого места начинается уже зона, куда нельзя въезжать. Вообще, после того, как произошла трагедия, была ограничена большая территория. Спустя 12 лет какие-то части открыли. Но вот ближе к маяку и дальше к реактору закрыто. Посмотрел по карте, там, оказывается, есть территории, где хранят радиоактивную землю. Поднявшись на дроне, вдалеке видна территория, которая ограничена для въезда. Это атомный реактор Фукусима-1. Маяк и черные мешки лежат на большой территории земли. Что в этих мешках? Все очень просто. Это радиоактивная земля. После того, как случилась трагедия, правительство Японии решило очистить территорию. Поэтому верхний слой земли, везде во всех населенных пунктах, которые подверглись радиоактивным выбросам, решено было собрать и временно, пока они хранятся на этих территориях. Поэтому вокруг атомного реактора будут видны эти мешки. Что будут делать с этими мешками, пока непонятно. Одна из идей была сделать глубокие шахты в различных префектурах и спрятать эту землю глубоко в шахтах. Мы едем вдоль берега Тихого океана. Столица префектуры Фукусима, город Фукусима, находится далеко за горами. И она никак не пострадала из-за радиоактивных выбросов. Но здесь видно время от времени попадаются дома, куда люди вернулись, где они живут. Но можно также встретить вот такие вот дома, где брошены, никому не нужны машины стоят. И все вот, в принципе, в том состоянии, в котором люди оставили это 12 лет назад. Машины стоят целые, никто их не забирает, не вытаскивает ничего из них целые. А, ну вот там вот резина уже лопнула. Здесь еще резина хорошая, возможно, на этой машине кто-то, да, на этой машине работники какие-то ездят, там есть инструменты. Возможно, просто используют как бесплатную парковку. Но, к примеру, близко к дому я бы не стал подходить, потому что думаю, что земля вот в таких местах еще не зачищена. И буквально вот, наверное, полкилометра отсюда стоит блокпост. Мы пытались еще раз объехать все-таки с другой стороны, но не получилось. Сейчас как раз на часах полдевятого утра большое количество грузовиков движется в сторону закрытой зоны. Все в костюмах, в масках, ну не таких прям белых костюмах, знаете, как космонавты. Ну просто рабочие костюмы, в масках, защита от солнца, потому что жарко, 32 градуса. И прям грузовики движутся в закрытую зону. А так, в принципе, тихо. Вон там есть домики, антенны стоят, люди живут, все очень красиво. Поэтому кто вернулся, а кто нет, по-разному. Остановились около мемориала, посвященному великому восточному землетрясению Японии. Именно так называется это землетрясение официально в Японии. Рядом еще стоит небольшой памятник, побольше, покрасивее. Он для того, чтобы была безопасность на дороге в этом регионе. В принципе, очень много грузовиков, безопасность нужна. Сейчас мы проезжали мимо атомного реактора по дороге номер 6. Самая близкая точка дороги к реактору была около 5 километров. Сейчас мы находимся в 6 километрах от атомного реактора. Вообще, когда ты едешь по дороге, в принципе, особо не замечаешь отличий. Много зелени, дома, да, попадаются, не знаю, там, заброшенные дома, заброшенные заправки. Бывший дилерский центр Тойоты заброшенный. Ну, вот такие моменты. И посередине дороги висит счетчик, где был написан уровень радиации. На самом близком участке дороги уровень составлял 1,1 микрозиверт в час. Немного дальше отсюда мы уже выезжали, было 0,67. И сейчас сбоку от меня находится еще один датчик, который показывает, что здесь уровень радиации 0,27 микрозиверт в час. В принципе, норма, как я понимаю, международная, это до 0,3 микрозиверт в час. Поэтому мы здесь, в принципе, в безопасности. Но видно, что время от времени в разных местах люди работают, очищают верхний слой земли, собирают его и вывозят на зоны временного хранения. После таких кадров заброшенных домов, работ, которые ведутся по очистке земли, кажется, что здесь жизнь не вернулась. Но на самом деле город восстанавливается. Мы, кстати, находимся в городе Футаба, рядом с атомным реактором. Главную станцию города построили очень красивую, новую. Также восстановили храм. Сейчас мы находимся в кафе, который называется Super Zero. Оно выглядит очень круто, такое круглое большое здание. Вы видите, внутри очень светлое. Позади меня находятся магазины, там сверху аутлет небольшой. Здесь очень красивое кафе. И когда ты находишься здесь, прям не верится, что буквально в пяти километрах, хотя находится реактор, который в таком ужасном состоянии, который заставил покинуть эту землю большое количество людей. Самое интересное, мне нравятся здесь граффити. Вообще в Японии граффити не популярны, их не разрешают делать. Но здесь на некоторых зданиях сделаны граффити цветные. На одном мы видели, например, написано буквами human лица японцев-работников. На другом было написано together вместе. И вот здесь сейчас напротив кафе, далеко на заборе какого-то завода или склада, нарисован большой толстый канат и большое количество рук разного цвета, которые тянут, вытягивают канат или пытаются что-то сделать вместе. А, кстати, название кафе, я уже говорил, Super Zero. Мысль такой, чтобы добиться, чтобы вот в городе Футаба была нулевая радиация, город вернуть в изначальное положение и атомный реактор полностью уничтожить, чтобы не осталось никаких следов от данной трагедии. В пяти минутах от кафе, где мы сейчас были, есть пляж, мы припарковались. Здесь самая ближайшая точка, откуда можно посмотреть на атомный реактор Fuкусима-1. Посмотреть, конечно, так не получится. Здесь деревья и четыре километра до самого реактора. Но у нас есть дрон. Полетаем, дойдем до краю и оттуда взлетим, посмотрим, как выглядит реактор. Вообще весь берег облагородили, бетонные заграждения от цунами, следующего, который может быть. И с той стороны красивый пляж, там такой вид, как будто, не знаю, какой-то курорт. Можно спокойно строить гостиницу. Пляж очень красивый, но нам нужно дойти сначала и снять атомный реактор. Я вообще предлагал на машине отсюда доехать, но оператор сказал, пойдемте пешком. Идем пешком, и теперь он мне говорит, на воду не наступай, а то подошва расплавится. Юморист. А, только так надо было идти. Да, здесь закрыто. Нужно было дойти до разрушенного здания, но, к сожалению, почему-то в этой стороне на дороге до здания еще стоит ограждение, где написано, что дальше нельзя проходить. Но мы сейчас обойдем дальше. Вроде по забору, ограждению, которое загораживает, преграждает путь волнам, можно пройти практически до самого дома. Сейчас мы чуть обойдем, послушаем нашу обувь и снимем все, что хотели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это была бы не Япония, если бы не было вот этого разделения. Здесь у нас первая линия, желтая, на бетоне. Написано, что впереди зона, ограниченная для входа, принудительная эвакуация. И дальше сейчас будет красная полоса, где точно будет указана линия, что вот здесь, если вы перешагнете, то вы нарушите закон, то есть вступите на ту территорию, на которую вам запрещено. Красным написано, что вот с этого места, с желтым пунктиром отмечено, дальше проходить нельзя. Зона принудительной эвакуации, связанная с атомной электростанцией Фокусима, вход нельзя. Если мы туда придем, то, возможно, стоит камера, и полиция приедет. Но, по крайней мере, я не видел, но видел в Google Maps, что пару японцев отсюда выводила полиция. Рядом стоит у нас Marine House Futaba. Он один из первых, кто встретил волну. Волна достигала от 9 до 13 метров. Так как он сделан из бетона, он его выдержал, но остался вот в таком вот виде. Стекла все выбито, мебель все это смыло. Ну и на часах стоит 30-37. Время, о котором я расскажу вам чуть-чуть позже. К самой станции близко подлететь невозможно. Вокруг территория запрещена для полетов дрона. Вдалеке видна сама станция. Вроде как видны резервуары, где хранится радиоактивная вода. Ну, как бы радиоактивно какую-то воду уже очистили. И вот в ближайшие дни планируется ее сливать. Вы, наверное, слышали в новостях. Поднялся большой шум, особенно в азиатском регионе. Жители Кореи вообще скупили всю соль, потому что боятся, что следующая соль, которая будет попадать на прилавки, будет содержанием радиоактивных отходов. В Японии другого способа, как утилизировать эту воду, не нашли. Ее, конечно же, очистили по максимально, как можно. Вроде международной организации проверили, да. Там содержатся какие-то элементы, но в очень маленькой дозировке. Там вроде цезий, еще что-то. Вот, поэтому решено все-таки сливать ее в Тихий океан понемногу, чтобы она разбавлялась и уходила. Может, осядет где-нибудь на дне, здесь, около Фукусимы, или течением Тихоокеанским, которое идет с юга со стороны Филиппин, Австралия-Филиппин, поднимается вверх, омывает побережье Японии в районе как раз Токио и выше, и все это идет на север Курилы и на Аляску. Поэтому то, что не осядет здесь, осядет где-нибудь в океане. В принципе, местные жители, конечно же, против. Видите, огромный красивый пляж, никто не купается. До этого я общался сегодня утром с рыбаком. Он проезжал мимо моей палатки, показывал свою собаку. Он сказал, что сейчас море особо не выходит. Где-то 10 дней в месяц он выплывает подальше, ловит рыбу. Но не так, как раньше. Раньше он там 30 дней каждый день практически плавал и занимался рыболовством. Вообще, ситуация с атомным реактором сейчас стабилизировалась. Температура под контролем. Потихоньку достают пока целые капсулы с радиоактивным топливом. И попозже вроде начнут вытаскивать уже то, что расплавилось. Все это должно занять еще, наверное, лет 20-25. Возможно, и больше неизвестно. Денег тратится много, так как это частная собственность компании ТЭПКО. Они в основном тратят. Ну и государство, конечно же, дает субсидии, поддерживает. Очень много тратит денег на восстановление региона, чтобы здесь люди снова могли жить. Кстати, у вас может возникнуть вопрос, почему я так близко нахожусь от атомного реактора. На самом деле, когда был выброс радиоактивных веществ, ветер был западный. Поэтому сейчас, к примеру, к 4-х километрах от станции я сижу, здесь уровень невысокий. Но дальше, в сторону города Намие, если я не перепутал название, где-то на 15-20 километров все было загрязнено. И эти территории попали под зону принудительной эвакуации. Сейчас потихоньку районы очищают, как я уже сказал, землю собирают. Территория становится все меньше и меньше. Но пока еще много районов, городков, куда заехать и посмотреть нельзя. Там все запечатано, так как люди уехали, их недвижимость, дома все закрыты. Люди стоят на участках, чтобы зеваки, никто туда не проезжал. Во-первых, там еще они очистили от радиации. Во-вторых, ну как бы не трогали частную собственность, которая принадлежит другим людям. В пяти минутах езды от границы, где мы только сейчас были, находится младшая школа города Уэдо. Она одна из первых, которая встретила удар цунами. К счастью, на тот момент детей, школьников здесь уже не было. Сейчас эта школа оставлена в том же виде, в котором она была после землетрясения. И сюда можно зайти и посмотреть, что произошло со школой. Вход стоит 300 йен для взрослых. Дается вот такой вот буклетик, где есть QR-код. Можно отсканировать и потом включать аудио, где будут рассказываться истории. Что, где, как. Вот так выглядела школа до цунами и землетрясения. Это младшая школа в Японии, как и в Европе, в Америке. Школа разделяется на три уровня. Младшая с 1 по 6, средняя с 7 по 9 и старшая 10, 11, 12. В Японии 12 летучица. Школа двухэтажная. Школа находится в 300 метрах от берега. На момент, когда произошло землетрясение, это было 11 марта в 2.46, если я не ошибаюсь. Тогда прозвучала сирена об эвакуации. И учителя, и школьники всех эвакуировали до ближайшей горы. Это где-то полтора километра отсюда. И когда через какое-то время, вроде через 40 минут, пришла волна цунами, К счастью, здесь никого в школе не было. Но то, что вы увидите внутри, это все то, как это оставили. То есть это ничего не убирали, оставили специально, чтобы люди могли посмотреть, как волна разрушила эту школу. Заходим на первый этаж. Здесь у нас место для обуви. В японской школе обязательно переобуваются. Есть у них обувь, называется увабаки. То, в чем ходят по школе. Здесь на первом этаже было 4 класса. Класс музыки, научный. По физике, химии, лаборатория мини. Компьютерный зал. Библиотека. Home economics room. Как это даже назвать по-русски? Домашняя экономика. Комната. Вот. Здесь даже есть фотографии, как помещение выглядит. К примеру, здесь второклассники учились. Вот в этом кабинете. Здесь тоже, вы видите, полочки. В этом случае здесь оставляют у каждого ученика своя полочка. Вещи, книги, то, что они используют, оставляют на полочке. В парте ему там доска висела, скорее всего. И, ну, так как здесь на севере холодно, стояли кондиционеры, которые обогревали или охлаждали помещение зимой и летом. Компьютерная аудитория. Осталось пару компьютеров. Табличка, объясняющая, что землетрясение произошло в 2.46. В 2.49 было уже объявлено о угрозе цунами. И предполагалось, что цунами будет около 3 метров. И в 2.50 началась эвакуация. Но, как вы уже знаете, волна достигала высоты 9-13 метров. Поэтому хорошо, что дети и учителя эвакуировались. Потому что, ну, 3 метра можно было подумать, что можно переждать на крыше. Потому что до горы полтора километра идти, может быть, да, подумали, что маленькие дети не смогли бы. Но, к счастью, они эвакуировались. Поэтому школу полностью накрыло волной, и никто бы здесь не выжил. На доске есть надписи. Я сначала подумал, что, возможно, это надписи, которые писали во время урока. Но по содержанию понятно, что это уже написали после землетрясения. Там написано, что все получится, что да, сейчас сложно. Нужно смотреть вперед, двигаться. То есть, видно, после уже землетрясения кто-то пришел. И такая вот надпись поддержки всем тем, кто придется. А эти двери от спортзала. После того, как эвакуировали, цунами практически выбило эти толстые железные двери и помяло. Вот они в таком же виде сейчас сохранены и оставлены здесь. А вот здесь раковина, кстати. В школах есть небольшие раковины, где дети могут умыться, помыть руки. Сейчас, конечно, все в пыли, в камнях. Краны, наверное, не работают, не буду их крутить. Емкости для мыла. Вот этот большой бокс, который лежит сейчас, это что-то вроде бы такого большого системного блока школы, которое контролировало много чего, включая часы. Поэтому, когда цунами накрыло школу, этот блок полностью вырвало со стены. И все часы в школе остановились. Поэтому сейчас мы пойдем выше. Должны быть где-то часы, которые будут показывать время 3.37. То есть, именно тогда цунами накрыло берег префектуры Фукусима. Здесь даже фотоаппарат остался чей-то. Люмикс. А это, получается, похоже на учительскую. Вон там посередине лежит большой такой бетонный бокс. Это сейф директора школы. Там были все важные документы. Но интересно, что, во-первых, этот сейф оторвал от стены, и он валяется посередине комнаты. Во-вторых, пять лет практически не трогали этот сейф. Возможно, из-за радиации. И только в 2016 году его вскрыли и достали все документы. Документы, кстати, были в целости и сохранности. Немного подмокли, но их можно было прочитать и получить информацию. А вот это дерево сакуры после того, как случилась трагедия, из трещины асфальта начал пробиваться росток, и вот спустя 12 лет выросло дерево. Как оказалось, это дерево сакуры. Видно, птицы принесли семена, и вот здесь оно проросло. Почва благоприятная. Здесь столовая, кухня, где кушать готовили детям. Цунами, получается, все это оборудование вот в это окно смыло, но на северной стороне стены там вверху над воротами стояла посуда. И ее не тронули. То есть она прямо вот до сих пор ровненько, красиво там стоит. А вот здесь спортзал. Видно, что деревянный пол, он стоял на уровне, весь просел. И на стене висит табличка «В Японии учебный год заканчивается в марте». И получается, все школы готовились к выпускным церемониям. И вот там большим надписям написана часть. Видно, что готовились к церемонии выпуска. Кстати, я неправильно школу назвал. Это называется школа Укеда. Наверху стоят часы, главные часы школы, которые остановились на 3 часах в 37 минутах. На втором этаже разрушений практически нет. Основной удар пришелся на первый этаж. На втором этаже видны только следы от воды. Паркет немного подгнил. И по бокам элементы из дерева тоже подгнили. Доска с различными надписями. Где-то написано просто «Я здесь». Слова поддержки. Мне кажется, что это доска. Все это было написано до того, как школу превратили в музей. Сейчас же не разрешается что-то писать, трогать, стирать. Но здесь есть надписи на английском. Там даже написано «В 2015 году, 30 мая, Сауди-Арабия. Начер Аль-Фхади». Надписей на русском нет. А это сделали макет города. Он называется «Город, который мы потеряли». Здесь все дома, здания, которые находились вдоль берега. И на каждом практически написана фамилия семьи, которая там жила. И вот здесь младшая школа, в которой мы находимся. Чуть дальше в основном были рисовые поля. Коротко о том, что произошло. Почему реактор не выдержал ни землетрясения, ни цунами. Наверное, это можно назвать идеальным штормом. Наложилось несколько событий, которые привели к этой трагедии. Когда случилось землетрясение, одно из сильных, которое случалось в Японии, основное электричество для атомной электростанции отключилось. И сразу запустились автономные дизельные генераторы, которые снабжали электричеством станции. Электричество нужно было для того, чтобы продолжать охлаждать атомные блоки, чтобы атомное топливо не расплавилось. Но цунами, которое пришло через 40 минут после землетрясения, накрыло атомную электростанцию. И затопило нижние отсеки, где находились дизельные генераторы. После этого несколько дней не могли восстановить электричество. И топливо атомное начало плавиться. Если во второй атомной электростанции Фукусима быстро все восстановили, электричество появилось, то в первой электростанции все не смогли сделать вовремя. Топливо начало плавиться. Произошел выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Хорошо, что в то время ветер не дул с севера на юг, иначе бы вот эти радиоактивные вещества все долетели до Токио. В то время я как раз жил в Токио, и мы смотрели по телевизору и следили. Многие люди боялись, что будет что-то вроде атомного взрыва. И многие эвакуировались из Японии. На рейсах это касалось иностранцев. Японцы же многие уехали на юг. К счастью для Токио ветер дул с востока на запад. И к несчастью для города Намия, который находится вот в ту сторону гор, который больше всего пострадал и сейчас его очищают. И многие жители до сих пор не могут вернуться. Те жители, которые возвращаются в районы очищенные, в основном это взрослое поколение. Семьи с детьми сюда не возвращаются, потому что районы в горах, где небольшие леса, там еще землю не очистили. Поэтому боятся возвращаться сюда с детьми, так как дети могут залазить в леса на какие-то территории, которые не очищены и будут больше всех подвержены радиации. Но, как мы с вами посмотрели, жизнь потихоньку восстанавливается, строятся дома, рушатся старые здания, до сих пор продолжается очистка территории. Думаю, через лет 5-6, приехав сюда, наверное, я не узнаю этот город. Ну а сейчас мы двинемся на север, в сторону города Сэндай, города Мие, а именно в городок Онагава. Посмотрим, что произошло с этим городом, который был полностью разрушен вследствие цунами. Атомные электростанции вырабатывали 30% от всего электричества, что потребляет Япония. Но после катастрофы с Фукусимой большинство атомных электростанций остановилось, и была нехватка электричества. Восполнять ее пришлось при помощи ТЭЦ. Просто сжигали уголь, нефть, газ. Ну или современные, более экологичные методы. Это зеленая энергия. Одна из таких солнечные панели. Особенно это видно здесь, в Фукусиме. Рядом с реактором огромные поля. Сейчас мы проезжали, и я просто не смог не остановиться и не показать вам, как это выглядит. Маленькая часть, которая доступна между вот этими горами, где мы сейчас находимся. Сейчас взлетим, и я вам это все покажу. Полетели. Впереди океан, прибрежная зона, где посадили молодые деревья. И если мы повернемся влево, открывается вид на поля 21 века. Это маленькая часть, которую я вам покажу сейчас. Мы проехали минут уже 15-20, и везде были поля с солнечными панелями. Просто объемы, масштабы завораживают, смотрите. Наверное, когда-то здесь выращивали рис, но нехватка электричества, это, наверное, сейчас важнее, чем нехватка риса. Такие поля не только в Фукусиме, но и южнее, рядом с Токио, префектуре Чиба. Тоже огромные поля поставили с солнечными батареями. Это все выглядит очень масштабно, но вон вдалеке тоже поля с солнечными панелями. Ну все, далеко, наверное, лететь не будем. Надо ехать дальше, пока еще не стемнело. Нужно доехать до города Оннагава и успеть что-нибудь снять и найти место, где мы там заночуем. Мы добрались до города Оннагава, который находится на севере Японии. Мало кто из вас, наверное, слышал это название, но многие из вас видели этот город. А именно в 2011 году, когда показывали кадры этого города и по телевизору, и в интернете. Кадры, где люди стоят на соседних горах, холмах и снимают, как целый город уходит под воду. Где здания двухэтажные, трехэтажные плывут, как маленькие кораблики. Один кусок этого здания находится за мной. Сегодня мы прогуляемся по этому городу и посмотрим, как выглядит город Оннагава спустя 12 лет. Пролетая дроном над городом, вообще не видны следы разрушения. Вообще нельзя представить, что этот город когда-то был полностью разрушен волной цунами. Мощность волны была такая сильная, что даже вот такие вот бетонные здания, двух-трехэтажные, просто вырывало с корнями и тащило несколько метров. Позади меня находится двухэтажное бетонное здание полицейского участка, который когда-то находился рядом с берегом. Здесь на стенде, на фотографиях видно, какой город был до, после и когда его начали очищать. Три фотографии, это у нас до. Жилые дома, все находились очень близко к воде. Эта фотография, город сразу после разрушений. И третья фотография, после очистки, сноса разрушенных зданий и подготовки к строительству нового города. Новый город проектировали так, чтобы при следующем цунами были минимальные жертвы, ну и разрешение жилых районов. Получается, первое мы сейчас, когда заходили, с порта идет парковая зона, она чуть выше порта. Дальше сейчас мы пройдем, будет улица торговая, где находятся магазины, ресторанчики. Она чуть-чуть повыше и уже новые жилые районы построены были на высоте 17-18 метров над уровнем моря, чтобы следующая цунами не задела жилые дома. После катастрофы людей, которые жили в центре города и чьи дома были полностью разрушены, решили переселить в другое место. И рядом с городом на соседнем холму построили небольшой такой уютный частный городок. В основном это, конечно же, маленькие бюджетные домики, одноэтажные. Судя по размерам, там, скорее всего, небольшая кухня, зал, столовая и одна комната. В основном расселяли маленькие семьи, ну или, скорее всего, пенсионеров, которым не нужен большой дом, ну и нет у них много финансов. Я думаю, что многим тем, у кого дома были разрушены из-за цунами, страховые компании выплатили за дома, поэтому у них было достаточно денег, чтобы вот купить дом в новом городке. Одно из интересных последствий сильного землетрясения 2011 года – это то, что часть Японии начала уходить в океан. Прямо буквально. После землетрясения восточная часть берега, получается, вдоль Тихого океана от Токио и выше, сразу после землетрясения на полтора метра ушла в сторону Тихого океана. Не то, что она ушла под воду, а именно берег сдвинулся. И уже по прошествии 12 лет берег в районе Фукусимы, Сендая, префектуры Мияги, где мы находимся, сдвинулся уже более чем на 4 метра и до сих пор продолжает двигаться. Как это происходит? До землетрясения есть две плиты. Одна Тихоокеанская, другая, на которой стоит часть Японии. Япония стоит на трех плитах. И плита Тихоокеанская уходила вниз и создавала сопротивление. Вот эта плита, она сжималась-сжималась, и в 2011 году она так выскочила. Из-за этого появилась цунами, и по этой причине земля сдвинулась. И сейчас эта плита продолжает выпрямляться, поэтому верхняя часть, вот Токио и выше, Япония, она тоже движется. Но южнее, в районе Токио, Якугамы, Нагое, там происходит совершенно обратное. Там другие плиты, Тихоокеанская и Филиппинская, она наоборот, филиппинская плита сжимается, и Токио, Якугама, она наоборот, сдвигается в сторону запада. Поэтому в ближайшие годы, десятилетия, столетия ожидается сильное землетрясение в районе Токио, Якугамы, Нагое, потому что плита в какой-то момент точно так же отскочит, разрядится. Возможно, будет цунами, насколько разрушительно, неизвестно. Но Япония готовится, в частности, Токио, Якугама, чтобы в случае такого сильного землетрясения город был готов. В нашем путешествии по берегу Тихого океана мы проехали более 500 километров на моей старушке Мазде. Никаких проблем у нас не было. Единственное, нужно помыть, привести порядок, когда мы будем возвращаться в Токио. Если вы хотите купить для себя качественный японский автомобиль по низкой цене, обращайтесь в компанию Auction Motors. Сотрудники компании Auction Motors помогут вам в кратчайшие сроки найти именно тот автомобиль, который вам нужен, купить этот автомобиль и доставить в ваш город. Ну что, продолжим знакомство с городом Онагава. Город Онагава среди других городов Японии больше всего пострадал от цунами. Это связано с тем, что город находится в бухте. И вот эти горы, которые находятся за мной, и длинная бухта усилили скорость цунами. Ну и заодно уровень воды был намного выше. Мощность была такая сильная, что более 80% города было разрушено. Двух-четырехэтажные бетонные здания были вырваны с корня. Более 827 людей погибло в этой трагедии. 12 из 20 эвакуационных зон было полностью затоплено. Высота волны было более 15 метров. На холме, который находится в конце города, где стоит больница, первый этаж был затоплен. В той части высота волны достигла 18 метров. Центром является вот эта вот торговая улочка. Здесь очень много интересных магазинов, ресторанов. Вчера вечером мы здесь ели очень вкусный Якинику. Недешево. Было прям замечательно. В конце улицы находится небольшое здание в новом деревянном стиле. Это двойной функционал. Это станция города Онагава. Конечная станция, кстати. И там же есть небольшой онсен, очень дешевый. Я вчера туда заглянул. За 500 йен вы можете искупаться, посидеть в горячей ванне, прогреться и потом прогуляться по вечернему городу. В целом город стал таким уютным, не похожим на Японию, что ли. Потому что в основном, если это портовые города, то все застроено домами, жилыми, какие-то магазины. Выглядит все немного по старенькому, по бардачному. Наверное, город Онагава вошел в ту категорию городов, которые были разрушены в последние 60-70 лет. Такими городами являются, к примеру, Нагасаки, Хиросима. Они выглядят совсем по-другому, в отличие от большинства городов, которые построены были 100-150 лет назад. Если вы планируете переезд в Японию, поступление в языковую школу или просто приезжаете в Японию туристом, обращайтесь в компанию Easy Travel. Мы вам поможем подобрать языковую школу или выступим вашим гидом по Японии, чтобы после вашей поездки в Японию у вас остались только положительные эмоции. Ну а если вы хотите запечатлеть вашу поездку, сделать маленький, красивый, запоминающийся ролик с вашими эмоциями путешествия по Японии, обращайтесь к нам. Именно для вас у нас есть услуга «Оператор-турист-гид». Мы снимем полностью ваше путешествие или какие-то маленькие ваши прогулки по Токио, Киото, Кобе или Наре и сделаем маленький ролик, который вы сможете пересматривать многие-многие годы. Ну или просто запостить ваши социальные сети. Обращайтесь к нам в компанию Easy Travel. Станция города Онагава – это типичная такая маленькая локальная японская станция. Здесь нет ни турникетов, ни проверяющих. Стоит небольшой автомат, где можно приобрести билетик, карта с расписанием. Есть окошко, где сидит работник, но сейчас пока она еще закрыта. Есть вот такая вот коробочка для тех, кто приезжает с других станций. И если у них маленькие бумажные билетики, они просто скидывают их вот в этот ящик. Проверять их никто не будет. Конечно же, если вы отсюда купите билет и поедете до какой-то большой станции, к примеру, до города Сэндай – это столица префектуры Меги, то там уже будут турникеты, и вам нужно будет засунуть билетик и пройти. Но если вы едете на другую маленькую локальную остановку, станцию, то там точно так же. Не будет проверяющего, просто оставляете билетик. В принципе, вот такой вот маленький перрон. Сюда приезжает маленький поезд, поезд-вагон. Просто один вагон приезжает. И есть небольшая комната отдыха на времена, когда жарко, или идет сильный дождь, или зимой, когда холодно. Ходит здесь поезд, наверное, раз в 30-40 минут. В час пик чуть-чуть почаще. Смотря на все это, понимаешь, почему японцы так живут. Если говорить об обычных людях, не о политиках, то им не нужны какие-то внешние враги, какие-то дополнительные территории. У них есть один враг, если можно так назвать. Это природные катаклизмы. Цунами, землетрясения, тайфуны, наводнения. Это то, с чем они борются. Это то, от чего они пытаются защититься. Наверное, именно по этой причине у них нет желания учить соседа, как жить. Им не хочется ни с кем ругаться. Они живут в своей семье. Правило японцев – никому не мешать. Не мешать окружающих и жить в своей семье. Это очень, я думаю, правильное правило. И борьба с природными катаклизмами – то, что позволяет им быть такими. То, что им позволяет развиваться на маленьких островах без природных ресурсов. Проехав почти 500 километров за три дня, я пришел к выводу, что люди могут справиться с любой природной катастрофой. По прошествии 12 лет практически нигде не видны последствия разрушительного цунами. Одного из самых сильных в истории Японии. Единственное, с чем человек пока не может справиться – это с атомной энергией и с радиацией. Именно те районы, которые подверглись радиоактивным выбросам, остаются в ужасном состоянии. И спустя 12 лет люди не могут очистить эти территории. И еще, наверное, лет 30 точно жизнь туда не вернется в норму, в которой она была до трагедии. Вообще, мое мнение об атомной энергетике, наверное, это все-таки будущее наше. Потому что по масштабам, сколько можно производить электричество, никакие солнечные батареи, ветряные станции не могут справиться. не могут вырубать такой объем за такую низкую цену. Единственное, что людям нужно научиться – это контролировать атомную энергетику, строить более крепкие атомные электростанции, которые будут защищены от природных катаклизмов, ну и на всякий случай научиться быстро очищать последствия таких катастроф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова